Здравствуйте, уважаемые телезрители! После падения Казани в 1552 году царство Казанское перешло под управление русской администрацией. В сознании татарского народа эти трагические страницы связаны в первую очередь с христианизацией. О религиозной политике в Поволжье в 16-18 веке наша сегодняшняя историческая беседа с доктором исторических наук, профессором Казанского университета Искандером Гелязовым. Здравствуйте, Искандер Аязович! Здравствуйте, Искандер Аязович! Какая религиозная политика началась проводиться в нашем крае после образования приказа Казанского дворца? Ну, здесь, наверное, прежде чем характеризовать эту политику и ее нюансы, то необходимо остановиться на несколько таких важных моментах. Во-первых, надо учитывать то, что поход 1552 года Ивана Грозного с целью завоевания Казанского ханства, он изначально был провозглашен как поход религиозный. То есть здесь, естественно, должна была проводиться какая-то религиозная политика. Во-вторых, надо учитывать то, что большое государство, которое исповедует большую единую религию, оно всегда будет стремиться к религиозной унификации. И поэтому то, что в последствии в 16-17-18 веках российское государство стремилось именно к религиозной унификации, то есть к христианизации нехристианского населения мусульман и язычников, это можно рассматривать как вполне естественный процесс. Но в то же время у нас, мне кажется, существует такое несколько упрощенное представление об этой политике. Надо учитывать, что Россия до 1552 года, русское государство, так правильнее сказать, московское государство, до 1552 года было в основном моноконфессиональным государством. То есть взятие Казани оказалось для России определенным переломным этапом именно в сфере религиозной тоже, потому что в составе русского государства вдруг в результате этого завоевания оказались массы представителей другой сильной мировой религии, а именно мусульман, и по отношению к ним государство должно было разработать какую-то конкретную религиозную политику. Цель была провозглашена, но методы были разные, то есть нельзя рассматривать всю эту политику именно как абсолютно одинаковый процесс, именно только как насилие и так далее. То есть московское государство в целях вот этой самой религиозной манификации, оно искало разные способы. То есть в разные периоды были разные. Да, безусловно, безусловно. И вот, скажем так, отсутствие опыта в этой сфере, оно свою, так скажем, я бы даже сказал, коварную роль сыграло. Скажем, когда в 1555 году была создана православная епархия во главе с Гурием здесь, и ей была поставлена задача именно проведения христианизации местного населения, то отсутствие опыта сказалось именно в том, что наказ Ивана IV архиепископу Гурию содержал фразу, что достигать этой цели христианизации необходимо лаской и любовью. Надо приглашать их к себе, мусульман, к себе во двор, поить их медом, квасом, вести с ними душевные беседы. И тогда, якобы, это все и приведет к желаемому результату. То есть, получается, что отсутствие опыта, а до того, действительно, не было таких масс населения. Вы говорите, отсутствие, то есть, как бы, а лаской мусульман нельзя было привести. Именно так оно и получилось. И поэтому, мы вот скажем сразу, конечно, мы здесь видим и насилие, скажем, и мечети были разрушены после взятия Казани, и многие религиозные деятели погибли в период завоевания Казанского ханства. Это, естественно, надо учитывать. И надо сказать, что насилие, естественно, присутствовало. Скажем, многие из пленных защитников Казани были поставлены перед очень простым, но очень жестоким выбором либо принять крещение, либо погибнуть. Как известно, был крещен и последний казанский хан, и сын хан Шейсюмбике Утямышгирей. И он, кстати, потом впоследствии очень молодым скончался под именем Александра уже, и был похоронен уже в высыпальнице московских князей на территории Московского Кремля, то есть, уже поскольку он был православным впоследствии. То есть, и насилие, безусловно, присутствовало. Но в то же время, по отношению к основной массе населения, насилие стремились избегать, потому что насилие приводило, естественно, к очень конкретной реакции противодействия. И отсутствие опыта тоже свою роль сыграло. И поэтому на первых порах политика христиансации реально буксовала. И пришла идея поменять методы. И какие методы начали использовать? А методы начали использовать опять-таки разные. Не надо говорить, нельзя вот все очень просто, упрощенно представлять, как будто только вот такая, ломились в двери, что называется, или там махали дубиной только, да. Все-таки православная церковь и московская администрация, это была достаточно хитрая, хитроумная организация. И поэтому они, конечно, пытались прежде всего найти способы максимально мирно привлечь на свою сторону мусульма. Скажем, в 17 веке использовались очень активные экономические методы привлечения. То есть, дарование каких-то льгот в налоговой сфере, прежде всего, в праве пользования землей. Сначала повышали налоги, да, видимо? Да. Ну, то есть, вот именно такие экономические льготы давались за принятие хрещения. Хотя уже в конце 16 века такой уже очень серьезный звоночек прозвучал. Митрополит Гермоген писал письмо Федору Иоанновичу, царю, в 1593 году, о том, что политика христианизации результатов не дает, что мусульмане начали вновь возводить мечети, что они даже склоняют часть православных или принявших крещение обратно в ислам. То есть, вот эту угрозу он описал, Федор Иоаннович уже дает достаточно жесткое указание применять насилие в этой сфере. Хотя это еще не стало, так скажем, сигналом для массового насилия в религиозной сфере. Хотя вот это уже симптоматично, что это уже предлагалось в конце 16 века именно насильственные меры принимать для привлечения мусульман в православие. А в чем выражались все насильственные меры? Ну, насильственные меры, они, я повторю, не были применены масштабно. Они были предложены, например, расселять насильственно христиан и мусульман, не давать им жить, разрушать мечети. В одном населенном пункте не разрешать им жить, разрушать мечети. Тех, кто пропагандирует ислам, уже предлагалось вообще наказывать физически плетьми, отправлять их в тюрьмы, отправлять их в ссылку и так далее. А смертная казнь в отношении мусульман, и в частности сжигания на кострах, эта практика когда появилась? Эта практика впервые, насколько я знаю, официально упоминается в соборном вложении Алексея Михайловича в 1649 году. Смертная казнь в отношении мусульман, которые пропагандируют ислам, и которые склоняют православных к переходу в ислам. Вот именно в этом отношении упоминается смертная казнь через сожжение на костре. То есть сжигание на костре, это в принципе был не произвол, это было в рамках законодательства того времени? В какой-то степени, да. То есть нельзя считать, что в то время это было просто широкомасштабным давлением в сфере религиозной. Это применялось конкретно, хотя сами понимаете, что любой закон можно по-своему трактовать, и подвести под конкретную статью можно в принципе многие случаи. Поэтому такие случаи известны, и этот закон мог применяться по-разному в разных ситуациях. А изначально крещение затрагивало все татарское население? Или, допустим, начинали со служилых татар, потом пошли и зачистые татары? Там какое-то различие видели? Здесь надо сказать, что для государств, конечно же, было выгодно в первую очередь склонить на свою сторону представителей верхушки, то есть представителей служилых татар. Конечно же, льготы экономические были более выгодны, более целенаправленно использованы именно для крещения служилых татар. Ясачные татары — это часть, скажем так, трудового населения, поэтому они не представляли какой-либо серьезной угрозы, допустим, для правительства. То есть по отношению к ним тоже эти меры применялись, и вот эти льготы, и угрозы определенные, но не так активны, как по отношению к служилым татарам. Были какие-то особенности при крещении служилых и исачных татар? Ну, саму процедуру это, наверное, описывать довольно сложно. Скорее всего, это традиционная процедура крещения, которая принята в православии. Обычно в таких случаях людям давали православные имена, составили соответствующие документы. Я не это имею в виду, я имею в виду, сам процесс вовлечения, какие-то там способы вовлечения, они отличались? Вряд ли, вряд ли. То есть такого, чтобы именно целенаправленно, нужно просто по содержанию этих законодательных актов смотреть, они реально были адресованы всему мусульманскому населению, а не так просто, чтобы это только как будто акцентировано, адресовано служилым татарам. Ну, понятно. Просто я, насколько понимаю, служилым татарам было что терять, в отличие от десажных. Естественно, естественно. Да, у служилых татар были и земли, у них был и статус, у них были льготы. И я как бы так для себя предполагаю, что, наверное, когда их крестили, им просто выбирали, ты остаешься дальше успешным человеком или становишься податным человеком, населением, как и большинство так называемого черного населения. Я, насколько знаю из истории Татарстана, особую страницу в истории религиозной политики в Поволжье имеет, конечно, новокрещенная контора. Да, новокрещенская. Новокрещенская контора. Их методы, которые они использовали при крещении, не отличались вообще никаким гуманизмом. Вам не кажется, что провал миссионерской деятельности в Поволжье отчасти связан с деятельностью вот этой конторы? Ну, прежде всего, сама деятельность новокрещенской конторы, которая возникла в начале 30-х годов, 18 века, это и есть реакция на то, что политика христианизации до того времени не дала серьезного, сколь-либо ожидавшегося эффекта и результата. То есть, прежде всего, мусульмане не поддались вот этим всем попыткам разного рода привлечь их в православие. На протяжении 16-17 века процент принявших православие мусульман был очень низким. Конкретных цифр нет, но все материалы, все документы официальные, они именно эту мысль подтверждают. То, что ни льготы, ни ласка и любовь, ни какие-либо другие методы привлечения не дали ожидавшегося результата. И поэтому именно с этого времени начинается опробирование нового метода, новых способов, то есть насилия. Вот этот период, это самый страшный период в истории ислама на территории России, Российской империи. Это 30-е, 40-е годы, 18 века. Тогда уже насилие применялось абсолютно, так скажем, на основании официальных документов. Было дано указание применять насилие по отношению к тем, кто принимает крещение. И новокрещенская контора как раз в 30-е, 40-е, в начале 50-х годов, 18 века, развернула эту насильственную деятельность. Впоследствии же, я могу уже даже немножко... В чем выражалось это? Ну, насилие было самым разнообразным, оно было, прямо скажем, изощренным, я бы даже сказал. Это было просто... В самых разных видах это применялось. Поскольку новокрещенской конторе были приданы воинские отряды, то есть солдаты поддерживали эту миссионерскую политику, священнослужители отправлялись в татарские деревни, мусульманские деревни, украли детей, например, просто их отправляли, отрывали от родителей, отправляли их в монастыри, разрушались мечети, там 70-80% мечети в то время было уничтожено. Это означает, что не только мечеть, но и школа при ней, книги, которые в мечетях хранились, уничтожились. То есть это огромный был урон татарской культуры. Разрушались кладбища и очень, таким образом, специальные, как бы, издевательские могильные памятники, плиты клались в основании строящихся церквей. И специально в дни мусульманских праздников, например, в татарских деревнях устраивали крестные ходы, специально, как бы, издеваться, чтобы поиздеваться над чувствами мусульман и так далее, и так далее, и так далее. То есть, можно сказать, что, ладно, тебя насилием привлекли в православие, а ты можешь оставаться мусульманином. Дело в том, что по законам российского государства того времени отход от православия или возвращение в ислам, они карались очень жестко, применялись и физические, скажем, наказания, и ссылка, и заключение в тюрьму. То есть, здесь довольно много было методов насильственных в то время. А политика по отношению к язычникам отличалась как-то? Ну, по отношению к язычникам, в принципе, цель-то была именно такой же, по привлечению их в православие. По отношению к язычникам новокрещенская контора занималась и язычниками. По отношению к язычникам было несколько проще, поскольку все-таки языческие верования — это не сильная традиционная религия. И поэтому язычники практически именно в XVIII веке, все наши соседи в Павловском районе, регионе, практически все были обращены в православие. То есть, с того времени мы можем говорить уже о том, что почти стопроцентно чуваши, марийцы, мардва, удмурты, они были обращены в православие. То есть, с ними результат был достигнут. А к чему привела такая политика? Эта политика привела только к резко отрицательной реакции среди мусульманского населения, к протестным настроениям, к восстаниям, которые происходили в разных районах. И вот эти так называемые татаро-башкирские восстания, знаменитые восстания Батарши, они напрямую связаны именно с этим ужесточением религиозной политики. И эти протестные настроения, они как бы в какой-то степени отрезвили и официальную власть. То есть, они поняли, что в таких масштабах применять насилие тоже невыгодно. Это порождает социальное недовольство, протесты в обществе. Поэтому рисковать в дальнейшем не захотели. И уже в правлении Елизаветы Петровны в середине 50-х годов определенные начались послабления, и начали разрешать строить новые мечети, и убрали печально известного руководителя новокрещенской конторы, и впоследствии новокрещенскую контору саму закрыли. Это же при Екатерине II? Нет, это произошло чуть-чуть раньше. И то, что потом уже при Екатерине II вообще религиозная политика была повернута на 180 градусов, Екатерина II очень все-таки большой, и я бы даже сказал, во многом положительный след оставила в этой сфере. Не зря ее татары уважительно называли Абипатша, бабушка-императрица. И уже в 1773 году была провозглашена религиозная терпимость, был подписан сенатский указ о веротерпимости в России. То есть теперь все религии в Российской империи стали легитимными, и никакие уже официальные насильственные мероприятия не дозволялись. А уже в 1788 году было открыто Оренбургское магометанское духовное собрание, которое стало фактически государственным учреждением. Не секрет, что большинство новокрещенных татар, которые были вынуждены принять христианство только для того, чтобы от них, что называется, отстали, продолжали исповедовать ислам. Но, как вы уже сказали, обратно вернуться в ислам официально было практически невозможно. И там через 3-4 поколения их уже внуки, правнуки, вынуждены были смириться с этим и стать настоящими православными христианами. Не во всех случаях, Леонид. А вот когда появилась возможность обратно дойти? Известные факты от падения уже на протяжении 19 века активно уже происходят. То есть только до 19 века это было вообще невозможно? До 19 века это было достаточно проблематично, достаточно сложно. Но надо сказать, что такая практика, безусловно, существовала. Хотя, конечно, люди скрывали. Поэтому очень трудно найти такие адекватные и очень полные источники об этом. Вот как люди соблюдали, какую веру они соблюдали. То есть они официально могли считаться православными, но все равно оставались в душе и соблюдали мусульманские обряды. Вот это, конечно, очень такая сложная тема для изучения. И я считаю, что это очень интересная и с познавательной точки зрения, с исторической точки зрения тема, которую стоит изучить. А записи вот самих православных священников, миссионеров, которые об этом много писали, недостаточно? Ну, об этом много писали, особенно в 19 веке. В 18 веке, я как раз говорю про 18 век. А в 19 веке, конечно, там уже и появилось довольно много публикаций и в православной литературе, и этот процесс был очень заметным. Целыми деревнями отпадали. Это так называемое отпадение от православия. Возвращались обратно в ислам. Хотя они на самом деле никогда не выходили. По большому счету, да. Официально не возвращались. Это вот и в произведении Гаязы с Хоккея эти процессы отмечены, и в татарской публицистике того времени, и в начале 20 века уже. Этот процесс был настолько, видимо, опасен или считался опасным для официальной власти, что было даже создано специально особое совещание по борьбе с мусульманским влиянием в нашем регионе, которое должно было заниматься вот этими вопросами сохранения и в православии тех, кто принял когда-то православие. Большое спасибо за интересную беседу. На этом наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания.